Огромное спасибо моих бустерам! Люблю и целую каждого! И вот фильм с несмысловатым названием «Петучий корабл» запузырился. Производством шлягера занимались фонд кино, НТВ и контент-клуб! Как я делаю контент? Контент-план? Главный герой у нас Ванька, принявший перед сном парочку кислотных таблеточек. Закинувшись, Ванька мнит себя капитаном беспарусного судна формы коробки из-под обуви и путешествует он в мире фильма «Бедные несчастные» за пашком открытчик из ватсапа. Трип кончился, а привкус таблеток во рту остался, иначе я не могу объяснить этот невероятный дизайн одежды, бережно напечатанный во всемайке.ру! Теперь мы можем нанести принт даже на фуражке! И корабль попадает в мир Clash of Clans! Теперь реалистично! В дворце происходит не менее странная вакханаль. Царь Горох в исполнении Леонида Боже, где я нахожусь! Ермольника и Полкан в исполнении Фёдора Добронравова заворачивают подарки принцессе Забаве в огромную пластиковую капусту. Зачем? Полкан сватает за тебя сына. Полкан делает во дворце ремонт Гороху за свой счёт, а Забаве все эти ремонтные приколы Нахрен не уперлись! раскидывает по всему залу говно с сеном и довольно. И как зовут, женишка? Как-как? Я тебя это ебать не должна. И я не знаю, что покуривают в контент-клубе, но сознание у этих людей явно помутнённое. Ну вот невозможно несколько раз ударить кулаком по палитре с краской и выдать это за стиль. Мы находимся в мире богатых чуваков из голодных игр? Это фестиваль Холли Краса? А этот чел в Пейнт Булл переиграл? Почему на экране столько розового цвета? Я в Барбиленде или на вечеринке самоката? Где я? Добро пожаловать на скидкотеку! Это всё в честь дня рождения самоката? Ещё бы! Самокату 7 лет, и в честь этого ты попал на скидкотеку! В течение месяца в приложении будет много интересного, а до 12 ноября можно участвовать в розыгрыше крутых призов. А теперь держи правила участия! Зарегистрироваться в розыгрыше через чат-бот в Телеграме, делать заказы в самокате до 12 ноября 2024 года, и собирать винилы за каждые 500 рублей или за выполнение заданий. А что даёт этот винил? Так чем больше винилов, тем больше ключей! То есть, шанс выиграть квартиру в Москве, смартфон, ноутбук, планшет, путешествие и другие призы! А это мой промокод ЧАК5, с помощью которого можно получить аж 5 винилов в личном кабинете. Регистрируйтесь в розыгрыше по ссылке или QR-коду, заказывайте любимые продукты и выигрывайте призы. Все ссылки в описании, и всем удачи! А я, пожалуй, закажу ещё себе чипсиков и батончиков, новый смартфон не помешает. Вот гембельнушся Ваня, почёсывая яйца, идёт к гадалке, отдаёт ей все свои деньги, а та говорит, что любовь его поджидает невиданно и очень выгодная. Вот же она стоит, прыгает на козле, а потом сразу же с него слезает. Что ж, ну ладно. Благо во дворце нужен маляр, и Ванька такой, стойте! Ребята! Парни, я здесь, я маляр. Простите, что опоздал. Оля, алле, алле, алле. Мы маляр, а? Паша и маляр. Так это я, сомелье! Я, сомелье! Я, вот, взгляните! О, смелье, 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 да, смелье. А ещё я повар! Я повар настоящий, пеку блины. О, повар, ничего себе. Повар, повар. А ещё я молочник! Малошка, господи, не раз в малошке не было Финц с ушами срабатывает и далее начинается любовь Сам Райан Гослинг подавился киноплёнкой с Ла-Ла Лендом от этих невероятных подкатов Гуляй, Вася Я не Вася А кто? Вань Мне не нравится Ванька идёт на пролом и в честь этого начинает играть Imagine Dragons Ну знаете, вот была призрачная надежда, что они как-нибудь поиграются со стилистикой цветом и абстракционизмом оригинала Нет, вместо этого у нас клип не лето, да ещё и с голосом Фидука, кушайте, не обляпайтесь Ну всё, всё, мы поняли Мы в танцах Почему Ваню нельзя было оставить трубочистом? Сидел бы там на подоконнике, смотрел на принцессу и вздыхал А так просто какой-то левый чел прибыл в город Икс Отдал цыганке все свои деньги, она такая Вон ту, иди люби И вот ура! Эти два раскрытых персонажа полюбили друг друга Так волнительно, так необычно А ещё так удобно, что парнишка с хитрым альфонским прищуром прибыл со службы И сразу же положил глаз на царскую дочь Эта шмада влюбился в царскую дочь Не в дочь доярки и не в дочь мельника А в меня, в меня! И в тебя не влюбился В дочь пастуха Кому она нужна Бесприданно А чё это ты? Король, что ли? Корон-то у меня Ничего не понимаю Король, это ж я! Погнали! Куда? Кругосветку А вы тоже любите романтику в семейных картинах? Как там в мультфильме было? Как же ты вызвалишь меня? А давай я построю летучий корабль А теперь... Погнали! Куда? В кругосветку Собираем анатки, поехали Смотри Маска шамана Ого! А может... Можно, пожалуйста, хотя бы сыграть в полоумный влюблённый взгляд? Почему ты выглядишь так, будто в голове уже пересчитываешь всё приданное? Яйцо дракона настоящее Это кокос Ну всё, показал свой кокос и уже сосутся на одиннадцатой минуте Так же к забаве пригнал свататься сын полка О, а Данила-то хорош Полка ночь прям крэйзи Это же просто сказочный третий Ей с ним сосаться Вечерний приём во дворце оказывается полю слишком скучным И в честь этого... Раз, два, три! Ох уж эти знаменитые рейлы 6 плюс Я что, смотрю экстаз Гаспара Ноэ? Не хватает Джона Уика с Бэтменом для полноты картины Куда собраться? Тихо-тихо-тихо-тихо Я продаю родину, не мешай Знатно отвиснув, полкан покоряет забаву А она уже не против Я поймал ужасного монстра Господи, он поймал Полину Гагарину О нет, аниме Вот это да Данила и Фениксом может управлять И силовые поля кастовать Ещё поди фаерболами может швыряться Ну это покруче кокоса будет Вон Забаба уже готова ему на шею запрыгнуть Причём серьёзно Хочу, 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 хочу в фокус Ну и вам дурак не сдаётся Так, у меня ещё два кокоса и папайя Вот она охуеет Огстись, парень Маленькую уже готова отдаться Даниле Воистину светлая любовь Жаль, Ванька всё испортил В темницу его Поздно уже, спокойной ночи Да не парься, через три минуты Она всё забудет и можно будет заново шары катить Царю нужен богатый жених Вы знаете, почему полкан стал богаче царя? Это, конечно, всё хорошо Но прошло полчаса, летучего корабля всё нет Мне вообще пофигу, откуда у полкана там золото Пускайте Ваньку в приключения О том мне уже скучно В общем, Ваня решает отправиться в лес за золотом Чтобы откупиться и отдать награбленное ярмольнику В оригинале Ваня наобум отправился на поиски летучего корабля Эдакой сказочной метафоры беззаботности и свободы Здесь же всё завязано на бабках Все преследуют корыстные интересы Ведь и Ване тоже деньжата перепадут На кругосветку Так приземлённо, корыстно и меркантильно С каких пор Ваня стал олицетворять полкан из оригинального мультфильма Построишь Куплю Так, ну всё Давайте без хуйни Чём и всё вокруг да около Он пойдёт в лес Там будет отделение Сбербанка Царь запирает забаву под домашний арест А следовательно, дорогие друзья Песня А я даже не знаю, как можно было ещё сильнее испортить эту песню Да допой ты, допой Куда пошла? Почему она-то танцует? Чё смешного? Она так слиться Так, тихо-тихо-тихо-тихо Нервишки, нервишками на декорации-то дорогие Аккуратней Вась, страхуй лестницу, чтоб кафель не разъебала Отлично Люблю запах клипов клавы Коки по утрам Я даже знаю, чего не хватает Вот этого и вот этого Да посадите вы её на подоконник Пусть в ритм песни разбивают посуду Это было бы эффектнее и дешевле в конце концов Но как говорится, что нас не убивает Делает нас сильнее Поэтому помрите Сразу от страха Ведь сейчас нас познакомят с соловьём Спаси и сохрани разбойника Всё так и не так И мир как будто бы пустяк Но кто-то скажет, что за чёрт Ни дома, ни гроша Всё Тем временем лабиринт фавна Я тебе что, какая-то шутка? А ты ничего не перепутал? А? Это наша поляна Да-да-да, ты вообще Что такое? Тебе кто коленки вывернул наизнанку? Почему на тебе косуха? Братан, что с тобой? Так рады, что это ещё всё в кромешной тишине Вам самим-то не неловко? Ну вот всё, уйди, умри и не возвращайся Так не пойдёт Творческий конкурс В гробу видал такие ремейки Гарри Бардин о ремейке летучего корабля Ну судя по величине грибов Вам там вообще всё было по кайфу Соловью особенно Недаром там рот под пластмассовым клювом припрятан Возьми меня с собой, а? Меня невеста ждёт Нужно сначала клад найти Понимаю Ещё б не понимал Удовтовение ноль Сам бы улетел, но у меня крылышки помялись Ты наркоман ебучий Нажрался грибов и прикрепил пластмассовые крылышки с фарами и зеркалами заднего вида Солевой, ты нечто поганое Всё, мне надоело До свидания Да-да, прям так с толу ушёл Сижу, пью джусу моря Красота Как где? Я в Египте Купил билет по дешёвке на Авиасейс Тут такая красота Просто загляденье И больше никакого летучего корабля Забава тем временем сидит под домашним арестом Скучает, бьёт баклуши И мечтает о денёчке простой сельской жизни Это можно устроить И вот она уже не под домашним арестом Ну денёчек же на денёчек Так вот с каких кокосов она фанатела. Да, я обычная, посмотрите на меня, танец обычной девочки, танцуем как обычная девчонка. А теперь оборачиваем шелка и насилуем её парни, и раз... Ну не-ет, ну еди-нётик. Тем временем Ванечка попадает в следующий скетч с участием гендерно-нейтрального Данила Козловского в количестве пяти штук. Меня сожрят вздумали? Пять бабок Козлушина выглядит отлично. Тебя. Камон, ребят. Вы что делаете? Выпусти меня! Котя, тя, 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 стой, 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 не забывай, амуля! Вау. Знаете, я вот сейчас на полном серьёзе говорю, Илья Учитель мог бы снимать шикарные триллеры с элементами боди-хоррора. Они его в тесто с овощами заживо завернули и пытаются сжечь. Перемонтируйте этот фильм, уберите песенки, перекрасти, и можно смело продавать студии А-24. Куда это у тебя? Перебрелся юноша. И вот, надорвав жопу от смеха, мы смотрим на часы и обнаруживаем, что прошла половина фильма, а летучего корабля всё нет. Где? Только бы бульончик попробовать. Только бы бульончик попробовать. Да уйди ты! Библище на ноль, я пью из твоих трусов, а ты молчишь. И вновь серьёзно. Козловский смешной, он действительно может быть смешным в кадре, и это круто. В отличие от главного героя, который будто стесняется показать себя нелепым. А где здесь вы куда? Там же целая армия, они вас перебьют. Ребят, ну успокойтесь. Ну вы даёте. Совсем уже. Нам же ещё во всех кинотеатрах страны прокатываться. Ох, а какая же злая ирония, что из антивоенной позиции Козловского вырезали из титров, а заодно и Ксению Рапопорт да куче. А ведь столь не самыми джентльменскими поступками продюсеры лишь сильнее привлекают к себе внимание со стороны СМИ, и то не в самом лучшем свете. Маркетинг во. Ну а как вы хотели? Из фильма его вырезать, от актёров заново нанимать, грим наносить, деньги тратить. Ну уж дудки! Ликвидирован. Из титров. Далее Иван зареспаунился на болоте. Курман, помоги, пожалуйста. Как он тебе поможет? Ниточку выдернет? Он даже раскатываться не умеет. А, умеет? Ох, бедолага. А вот и Водяной в исполнении Сергея Гармаша. К слову, его прикольно сделали и визуально он хорош. Хотя, опять же, спасибо оригиналу. Ведь если пустить Евгения в дизайна свободное плавание, то вы получите вот это. И неужели к первому часу хронометража мы вспомнили о таком явлении, как пятучий корабл? Вань залетает со своим стандартом, ну это... И водяной буквально в руки всучивает ему инструменты и говорит, на, делай. А он... А что строить-то? Ваня, не беси меня. Ну, придумайте какую-нибудь телегу, ну я не знаю. Я корабль построю. Я постро... Я... К корабле, например. Им только чертёж. А можно мне ещё машину, пожалуйста? Бип-бип. Картинка резко меняется, инструменты летят навстречу своей судьбе, корабль сам строится, бабки-ёшки отжигают. И поражает в этом полигональном безобразии то, что этот придурок ничего, абсолютно ничего не сделал сам. Ну вот он поскрёб по дереву, пораз, что тебе мало что ли? Да мне мало! Ну и да, летучий корабль здесь это такая сказочная инкассаторская машина для перевозки золота и не более. Нравится. Выясняется, что золота и нет. Ведь во владениях водяного лишь знания, древние архивакты, манускрипты, палеолиты и так далее. Все дело в том, что Данила Полканыч украл настоящее золото. Полкан? Гадина этакая! Героям современности, разумеется, это не по нраву. Ведь, э, а бабки-то где? Кинуть нас хочешь? Скидывай парахло! Как? Почему? Они буквально прогоняют водяного с корабля. Благодаря ему построился этот корабль, суки вы бессердечные. Ну вот, расстроили гармаша. Вот сын. Я водяной. Поговорил бы кто со мной. Ну как так? Ты же вот только что со всеми разговаривал. Вот блин, понимаете в чем проблема? Создателям этот Гарри Бардин шел бы и ехал. Они хотели создать свое кино с политическими интригами Полиной Гагариной и финансовыми проволочками. А весь этот... Этот летучий корабль, песенки все эти. Ну куда все это? Ну как? Так... Ладно, похуй. Впишу. С тебя бутылка. Я в день. Ты лягушки в фу. Какой гад. Мне все больше начинает казаться, что композитор этого фильма Дементер. Высосет душу из любой песни. Даже из самой культовой. Но хоть песня убедила Ваню вернуть водяного на его же корабль. Ладно. Прощаю. А теперь добро пожаловать в военную экшн-сцену. В атаку! О, Господи. Когда думаешь, что играешь во Властелине колец, а на плечах два кота и за плечами даешь молодежь. Битва в самом разгаре. Моряк Ваня стоит. Ваня, вправо! О нет, они ползут. И здесь ползут. Ать! А у нас будет свой крик Вильгельма. Пашка, замиксуй. О! Сосойт Америка! Сосойт Америка! Сосойт Америка! Перед нами неловкое нападение, из которого следует неловкий кувырок. Далее неловкий присед, неловкий кульбит, неловкий удар. Ну да, это Ваня-матрос так проявляет свои способности. Хорош. Прид-студио. Ты его любишь? Ну и все тогда. Ну и все тогда. Ах ты ж, сука. Ну чего, такой зловой? Ну стреляй, давай стреляй меня. О, блядь! Да мне вообще посрать, меня держит птичка. И вот Ваня вероломно погиб. Душа во мраке. Ваня! Полина Гагарина находится под контролем Данилы, грустит в клетке и поет песенку. Ну, не зря за билет заплатил. Хорошо, что у тебя всегда есть соловей-разбойник, который готов сделать тебе искусственное дыхание рот в клюв. Умоляю, спасибо. Прости мои силы на исходе. Я спела песню. Больше не могу. И вот теперь Забаву превратили в бабушку и при помощи паранормальных способностей она находит хладный труп Вани и поцелуй пожилой любви оживает Ваню. И вот почему в начале фильма ее нельзя было замаскировать, чтобы она сбежала с Ваней? Мммм? Почему у меня во рту перья? Так это соловей. Напихала тебе, пока ты спала. Ну а действительно, в клюве же нет перьев. Мммм? Леди Джейн тем временем продолжает пранк какашкой и притворяется Забавой. Она сбежала? Ведь опять же, с самого начала она не могла это сделать, потому что... Ммм? Ко мне. Да отойдите, пожалуйста. Я ищу свою колдунью. Ко мне. Вы не понимаете? Эта птица очень опасна. Она может превращаться в других людей и путать вас. Ой, нет. Только не в аквариум. Не переживай, он все равно не понял. Он в пижаме Спайдермена, и ему можно. Далее стартует дворцовый переворот и лже-свадьба. Интрига за интригой. М-мм, брата, любовь. Мало того, что ты не век, что свою одурачил, а владел ты силой магии. Великолепный век. О да, спасибо. Целая сюжетка жертвоприношением и кровью. Это то, о чем я всегда мечтал. Приветствую. Я покакал. Если вы так хотели снять свою сказочную игру престолов, зачем вы сюда приплели летучий корабль? Это же два совершенно несочетаемых сюжета. В итоге забава такая. Ой, ты гори, оно синим пламенем. И валит с Ванькой на корабле в неизвестном направлении. То есть королевство все так же бедствует. Батя остался в нищете, без наследников, денег и даже летучий корабль украли. Все. Да и любовь-то какая. Они вместе взаимодействуют от силы минут шесть экранного времени. Моряк меня засосал, показал кокос, спел и все. Я в Грузию через верхний Ларс. Пока. Какой-то диссидентский корабль получается. И держите еще один музыкальный номер от Козловского на фоне титра. Правда, в самих титрах вы его не найдете. Удивительное дело. Мы получили какой-то безумный китч, который не должен был существовать в том виде, в котором мы его увидели. Конечно, в какой-нибудь альтернативной вселенной можно было бы слепить крутое кино из 17 минут оригинального мультфильма. Но в нашей вселенной все полетело в тар-тарары и по итогу завязло в потных компьютерных складках водяного. Это издевательская настройка над простым, но сказочным и обаятельным сюжетом, который превращает финальный продукт в балаган и папури. Это безумие, о котором никто не просил. И финальные кассовые сборы это лишь подтвердили. Зато из всего этого мы уяснили, что Илье, учителю, нужно срочно снимать боди-хорроры. Получился бы класс. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, телеграм, сообщество ВК и всем пока. Все, стоп. Все, стоп.